Всем добрый вечер. Добро пожаловать на вебинар компании BEM. Сегодня у нас четверг и по традиции мы проводим вебинары с участием Светланы Криском. Добро пожаловать на вебинар компании BEM. У нас не получилось поподробнее поговорить о многофункциональности баррифортов всех размеров, о многофункциональности жилета нового с широким поясом, шапки. Об этом сегодня поподробнее рассказала Светлана и, конечно, поделилась своими отзывами, которые она получает именно при использовании людьми этих изделий и какие у них есть результаты. Пожалуйста, Светлана, вам слово. Добрый вечер. Если вы покупаете два изделия, то они становятся просто неизменимыми. И сейчас я расскажу об особенностях, отличия этих трех изделий у вас. Алексей, есть еще четвертое L изделие повязка на ногу? Такое, которое с четырьмя резинками 80 на 100. Есть, есть. Это M1 у нас называется. M1. Отлично. M1. М1. Хорошо. Значит, их четыре вида. Первое, что нужно сказать, что они, все изделия артрейт, не наполнены абсолютно одним и тем же. М1. Это смесь натриево-боро-силикатных микросфер с аморфным диоксидом кремния. Аморфный диоксид кремния буквально чуть-чуть сыпется в микросферы для того, чтобы разрыхлять микросферы. То есть с помощью вот этого аморфного диоксида кремния они быстрее отходят, когда слепливаются микросферы. Итак, то в них одно и то же. Это первое. Второе. Само изделие сделано в двойном чехле и состоит из ячеек. Эти ячейки каждая делается отдельно. Я была на заводе и прямо видела непосредственно этот процесс. У них стоит такая серия в коробке мешочков. Эти мешочки с трех сторон запаяны лентой этой, которая запаивает строчку, потому что там, если от иголки есть небольшая дырочка в ткани, это все высыпется. И поэтому три стороны запаяны. Туда насыпается эта смесь. Специальный есть такой аппарат, в котором выставляется вес, сколько должно быть в данном изделии. Этот мешочек наполняется. Причем он наполняется по самую завязку. Остается только пространство, чтобы сжать и запаять оставшийся шов. Вот этот шов они вот так сжимают. Поэтому, когда вам кажется, что там воздух, вы глубоко ошибаетесь. То есть, короче, все мешочки один в один, все абсолютно вот так вот зажимаются. И там под завязку микросферы. И дальше запаиваются. Потом это зашивается еще в один чехол. Вот. И еще делается чехол с липучками на повязке на ногу. То есть, вот этот чехол, он стирается. А внутренность не нужно уже тогда стирать, потому что ткань тоже непроницаемая для влаги. И не пачкается. Изделие можно в чехле, можно без чехла. За ним нужно ухаживать, выставлять на солнце летом, на балкон, на свежий воздух. Или класть на стол натурального дерева. Или на пол натурального дерева. Или на подогревающийся пол. Или на змеевик в ванной. Почему это нужно делать? Два условия. Одно условие, что микросферы должны сбросить плюс. То есть, микросферы потому и слепливаются, что туда уходит из нашей клетки, из нашего организма, уходит плюс. Потому что у нас ничего не должно быть. У нас стенки сосудов минус и кровяные тельца должны быть минус. Стенки артерии минус и содержимое минус. Стенки кишечника минус и содержимое минус. Все именно так должно быть. Мочевого пузыря и так далее. Но, к сожалению, клетки, молекулы, они перезаряжаются частично из-за того, что мы живем среди электричества. И когда они перезаряжаются, то тогда у вас получаются шарики, вернее, кровяные тельца и содержимое внутри вашего организма слепливается. Прилипает к стенкам, слепливается. И у нас начинаются проблемы. У нас начинается густая кровь. У нас начинаются проблемы с камнями в почках, в желчном, в кишечнике. Микросферы на себя забирая плюс. Представьте, что они на себя забрали. И тот камушек, который состоял из клеточек с плюс-минусом, да, или там молекул, плюс-минусом соединенных. От одного тельца убежало в микросферы. Это что, тельца берет и отталкивается, потому что оно уже правильно заряжено. Оно отталкивается и потекло по руслу. Например, если вот это камень. Потом еще одно тельце, еще одно. И таким образом камень растворился и вышел, и вы даже ничего не почувствуете. То есть мочекаменная болезнь вообще для микросфер просто не проблема. Вот то же самое желчный, и то же самое густота крови. То есть кровь становится идеальной. И прекращаются проблемы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но по скорости у всех по-разному. И по-разному от того, как вы пользуетесь, каким количеством, в каком объеме, площадью. Желательно, конечно, чтобы все тело было в микросферах лежало. Матрас, одеяло там, да. Вот как раз эти повязки, они очень к этому подходят. Потому что самая маленькая повязка, она там, по-моему, 48 на 38. То есть если вы покупаете две повязки, самые маленькие, они для самых худеньких, то 44-46 имеет размер. Ну, 48-й. Почему размер важен? Потому что когда вы ноги заворачиваете, ноги тоже у людей, кто похудеет, и объем ног похудеет. И поэтому в основном они были сделаны для тех, у кого варикоз. Потому что сразу было сделано клиническое исследование в Твери. В клинике есть об этом фильм, где с главврачами именно по варикозу отделение и сердечно-сосудистым заболеваниям, заведующим отделением. Они рассказывают о том, какие были клинические испытания и насколько это было эффективно, когда люди лежали на матрасах из микросферы и пользовались повязками, когда у них был варикоз. И так получается, что это не только руки, это естественно, не только ноги, это и руки, и колени. И дальше мы берем среднюю часть организма, что очень важно. Вы берете одну и вторую, у них есть резиночки, вы эти резинки слепили, и получается, вы завернули, у вас с двух сторон получились две повязки. И они как раз получаются, как будто вы одеваете жилет. Или если вы опустили вниз, как будто вы одели юбку или шорты. То есть у вас закрыты бедра, у вас закрыт кишечник, у вас закрыт крестец, вот почки. То есть там, где у вас наибольшее количество проблем, туда вы их соединили друг к другу и носите. И я должна сказать, что чем вы, если у вас хронические какие-то болезни, чем больше вы носите, используете это изделие, тем лучше. Надо еще отметить, что вот эти вот, как бы толщина этих ячеек, микросферы, которые там засыпаны, ну где-то сантиметр, в зависимости от пухлости, иногда там побольше. Но вес один и тот же изделий, потому что в мешочке насыпается одно и то же. И они довольно приличные такой толщины, гораздо побольше, чем в универсальной повязке или там на пульснике, или там в других изделиях. Потому что сами ячейки, они как бы побольше. Вот. И просто у меня большой опыт, связанный с этими изделиями. Самый главный опыт – это с теми, у кого варикоз. Первый был мой муж, который начал использовать на ногах микросферы. И были все ноги сверху, от паха до низа, у него были венах. Ноги болели, он мучился. В результате абсолютно все прошло, абсолютно. Это прошло за шесть месяцев. Это первое, что у него прошло. То есть, и это было очень наглядно, потому что вены выступали. А то, что происходит внутри, например, что он близок был к инсульту, потому что у него краснел лоб, когда он смотрел футбол и злился, прямо наливался лоб. Значит, говорил о том, что у него плохое кровоснабжение. И, естественно, как бы сосуды у него не выдерживают, уже стенки такие не очень эластичные. И я все ждала, что его вот-вот хватит инсульт, как его отца. Потому что обычно такие заболевания, они как по наследству одни и те же у людей. И так получается, что вот эти маленькие повязки, которые эска, они подходят для людей 44-го, 46-го и в крайнем случае 48-го размера. По объему ног и по объему корпуса. Дальше эти внутри, если вы их вытащили из чехла, чтобы липучки не мешались, можно, конечно, и с липучками, вы положили их друг с другом, и уже у вас почти 120 сантиметров длиной матрасик. Понимаете? 120 сантиметров. Если, например, взять, я высокого роста, 20, 40, 60, 80, 100, это ниже колена на 20 сантиметров у меня. То есть у вас получается такой мини-матрасик. Если вы взяли машину, то вы снизу положили, за спиной положили, и у вас уже сиденье в автомобиле. Вот. То есть тоже мобильно используется. Если вы, например, в дороге где-то остановились, в гостинице, то вы берете эти две повязки, и вы, предположим, едете там с мужем или с женой, или там с друзьями. Это у вас полноценные две вещи в гостинице или под голову, или куда-то одеваете. Вы знаете, буквально у меня, если я сажусь в поезд, или я сажусь в машину, может быть, я очень чувствительна стала, может быть, в силу возраста, я не знаю. Вы знаете, у меня прямо паника начинается, если я не взяла микросферы. Почему? У меня в гостиницах стабильно начинаются зверские судороги ног. И то же самое начинается в поезде. У меня судороги бывают после того, как я посетила спектакли, где было большое количество людей, где я побыла там на выставках. И я уже это заметила. Я стараюсь, чтобы у меня или в сумке, или где-то были микросферы, или на руку одеваю, на пульсник. И самое главное, я знаю, что ночью необязательно нужно прийти, принять душ, вот, или солевую ванну, и дальше я заматываю ноги микросферами и одеваю треугольник, накладку женскую, на матку ставлю. Потому что я почувствовала, что что-то происходит энергетически, или в общественных местах, где много людей к нам липнет, что-то на тонком уровне, или эмоции какие-то мы испытываем. Мы же часто на спектакле слишком смеемся, или слишком плачем, переживаем, эмоции испытываем. Вот, а надо сказать, что тонкий мир, он питается нашими эмоциями. Это самое главное для них энергетическое питание. Почему говорят, что нужно держать баланс, быть в таком спокойном, уравновешенном состоянии. Не хохотать и ржать, а просто смеяться, улыбаться. Не рыдать, да, и орать, злиться, а спокойно делать недовольное лицо, глаза, показывать. Но это все должно быть без особого выплеска эмоций, потому что именно на них все это слетается. Однажды я провела такой эксперимент. Вы знаете, был потрясающий фильм, американский, по-моему, последний, потому что несколько было, про Иисуса Христа. И там его били очень сильно, вот когда вели на Голгофу. Все это там показано в этом фильме. И я понимала, что я человек такой эмпатичный, что я, значит, буду очень здорово страдать. И мне не хотелось этого, мне хотелось просто посмотреть, как художественное произведение, но без выплеска вот этих диких эмоций. Я уже как психолог это все понимала. И я тогда сидела в кинозале и просто повторяла фразу, когда подступала эмоция. Я говорила, я чувствую только то, то, что я чувствую. И продолжала дальше смотреть фильм. Вокруг все рыдали, пополам там были согнутые. Я же спокойно смотрела фильм, абсолютно осознавая, что там происходит. Но вышла, все были красными глазами, я вышла совершенно спокойная. Вот это правильное отношение к книгам, художественным произведениям и так далее и тому подобное. Нужно пропускать через понимание, но не пускать вот этих сильнейших эмоций. Или вот эти изделия, мы в них не пойдем, ну, в кинотеатр еще куда-то, то есть, к сожалению. Хотя было бы неплохо в них ходить, и тогда можно не повторять, я чувствую только то, что я чувствую. Потому что они отражали бы ваш божественный свет, и вы находились бы в нем. Так вот, вы, когда пришли откуда-то из общественного места, вы обязательно должны смыть хотя бы руки до локтя, ноги до локтя. Это давно такая защита есть у психотерапевтов и у врачей. Вот. И одеть эти изделия, повязки на ногу. Другой размер этих изделий, М, потом М1. Вот это, по-моему, М1, да? Да, да, все правильно. Это М1. Четыре липучки. Четыре липучки. Да, вот этот, даже несмотря на то, что у меня худенькие ноги, я вот их себе все равно взяла. Из-за чего? Потому что накрывается еще колено. И когда мне нужно, чтобы у меня, ну, на ноге они сидели, не спускаясь вниз совсем, вот это самый лучший вариант, потому что он над коленом крепится, и ниже колена не дает опуститься. А остальные, например, второй вид, М, он выше, он 55, по-моему, до 60. То есть на более полные ноги. Вот. И длина у него такая хорошая, когда матрасик там, вот он, да. И вот это можно одевать, как на коленник. Я вам должна сказать, вот если у вас проблемы с коленями, то эту повязку вполне можно одевать, как на коленник. Вот. И все будет хорошо. То есть у вас будет прекрасно все прикрыто. Вот. Единственное, вот этот с наколенником мне неудобно, вот, я думала, жилет делать. А потом я однажды взяла и попыталась сделать жилет. И оказалось, что вот эта вот штука узкая, она очень хорошо застегнулась на горле. То есть получается, что и горло, и дальше там это, в общем, вот эту вторую я делаю, как лямочки, вот на лифчике, через плечо, а остальное вокруг корпуса. И получается, за что еще она и прикрывает горло. Вот. То есть очень удобный вариант. И это для больших размеров. Теперь вот мы об этом жилете поговорим. Это новый жилет. Он придумал, по сравнению со старым жилетом, наиболее удачный вариант. Из-за чего? Потому что вот эти застежки, которые на груди, они прикреплены к самому внутреннему изделию. И поэтому это изделие не сползает. Что был за недостаток в жилетах прошлых? Потому что прошлые жилеты сначала были сделаны без чехла. И они прекрасно держались, и великолепно, и у людей не было никаких претензий. Но все время говорили, а стирать, а стирать. Вот. И поэтому сделали их в чехлах. А когда сделали в чехлах, вот этот момент не продумали, и вот эта часть выползала из плеча, и само изделие как бы сползало вниз. Вот. И тогда придумали вот этот жилет. Он этот недостаток убирал, потому что вот эти застежки прикреплены непосредственно к самому изделию и прямо натягивают его. То есть оно плотно держится на спине. И дальше была тоже претензия, что чуть короче копчик торчал, и как бы не прижималось плотно тот жилет. Вот этот жилет прижимается идеально плотно за счет широкого вот этого пояса. Но учтите, что в этом поясе нет микросфер. Помните, что микросферы, когда сзади отражают, находятся сзади, все равно луч, вот этот, стоячая волна, которая образуется, когда попадает в шарик и возвращается, она пронизывает ваш корпус, пронизывает. И вы буквально находитесь, как фонарь в этих изделиях. Понимаете? Очень удобна она для тех, у кого проблемы с плечами, шейный остеохондроз. Потому что там воротничок такой хороший, он шею все накрывает и до самого конца, до самого копчика накрывает. Поэтому для чего же нужны эти жилеты для тех, у кого есть проблемы с позвоночником? Потому что микросферы снимают воспалительный процесс. Этот процесс увидела экстрасенс, физик по образованию в Санкт-Петербурге. Она микросферы приложила к позвоночнику женщины, у которой были грыжи, и сказала, что прямо на ее глазах грыжа начала вправляться внутрь позвоночника. Прямо на ее глазах. То есть получается, что грыжи нужно всего лишь, чтобы снялся воспалительный процесс, как гематома эта грыжа, уже она вылазит, чтобы она опять ушла на свое место, и у вас прекратились боли. Но микросферы создают такое идеальное, стерильное, и пространство, состоящее из света. Может быть, кто-то уже посмотрел два фильма про свет, светолечение, которые я поместила у себя в чате. И я думаю, Алексей, ты не поместил их у себя в чате? Не помню, наверное, поместил. Вот. Потому что им нет цены. Я буквально, мне выслали мои покупатели. Я благодарна тем, кто мне выслал, потому что я же все не могу смотреть. Там один врач, который буквально взывает о том, что бог знает когда, еще в 60-е годы уже было доказано, были сделаны клинические испытания на животных, на людях, что обыкновенный свет полностью устраняет рак у людей. Не нужно делать химиотерапию. И есть клинические исследования, но это все положили на полку и забыли. И он объясняет, то там в 633 Гц там излучение красного спектра волны. Он говорит, что это вот почему целители красными тряпками все завязывают, когда там порчи с глаза снимают, хотят, чтобы рана зажила, они там мелом мажут, где кальций, и на эти раны красные тряпки. Оказывается, вот очень важна вот эта длина волны, которая способствует тому, что не могут жить грибы. То есть грибы исчезают в организме. Вот откуда этот эффект, о котором я рассказываю постоянно. Идет там чистка организма. Он все в этой лекции рассказывает. Обязательно, внимательно прослушайте эту лекцию. Объяснение врача, основанное на научных исследованиях клинических, медицине. И второй человек тоже рассказывает о том, о феномене света. А мы с вами постоянно говорим, что эти изделия что? Отражают свечение нашей клетки. Свет. И таким образом именно это является самым главным феноменом восстановления нашего организма и того, что в нем происходит. Все оказалось просто, я не знаю, элементарно. Но почему-то используется очень отдельно. И он там показывает такой маленький фонарик, который используют врачи, когда по биологически активным точкам. А он говорит, а что толку от этого маленького фонарика, когда там очень мало света. Нужно широкополосный. Вот. Ну, там вы посмотрите, как бы. И вот у нас, получается, наши микросферы, большие изделия, это как широкополосный фонарь. Понимаете? Вот. Только мы не видим этот свет, вот этот диапазон, там вот этот красный, который есть в нашей клетке. То есть наша клетка имеет весь диапазон всех цветов. А каждый цвет отвечает за свое, что он восстанавливает в организме. Да? И вы можете об этом очень много материала прочитать везде. Каждый цвет для чего используют. Например, когда скарлатина была, люди красные, значит, врачи советовали красные платки одевать, тряпки на горло, чтобы скарлатина проходила. Вот я вам говорила, я обращалась к целительнице, когда у меня была, вот типа, знаете, панорицей, когда ноготь гниет и так далее. Там волосатик, в чем народ называют. И вот она мне тоже красной тряпкой это заворачивала, делала заговоры, там водой обливала. Вот. То есть наши изделия в общем подобны вот этой красной. Еще если изделия вот эти красные наши, да, ракушка, вот эта повязка, у нас есть еще ободки красные, у нас есть жилеты красные, да, это гигантское усиление вот этого целительского эффекта. Вот это 633, значит, волна, эта цифра. Просто гигантская, потому что еще усиливается цветом изделия. Чехла. Вы даже можете чехлы специально шить красные для того, чтобы это усилить. Вот. И если вы захотите вот как бы просмотрите эти статьи, то можно как бы и заказывать красные тоже, чтобы они были в наличии у вас. Цвет красный. Вот. Таким образом все, красная одежда очень важна, белье очень важно, красное. Все это имеет значение. Тело наше, как и глаза, каждая клеточка, эти врачи говорят, считывает цвет, вот эту волну цвета. И в организме начинаются процессы коррекции и восстановления. Естественные процессы. Жилет нужен не только для того, чтобы проблемы с легкими, с позвоночником, плечи, горло, он нужен, вы можете его одевать и спереди точно так же. А когда вы одеваете спереди, то точно так же это насквозь, назад пронизывает, но у вас, предположим, опухоль гудзи, или у вас опухоли, или дивердикулы там в кишечнике, или у вас камни в кишечнике, а не в почках, то тогда лучше одевать спереди все, чтобы непосредственно микросферы касались той части, где есть проблемы. Потому что на спину этот свет пойдет, но лучше, чтобы сам орган прижимался к микросферам поближе. И вот этот эффект стоячей волны был непосредственный. Потому что если вы посмотрите книги микросферы и для тех, у кого жива душа, там есть рисунок Шевчука микросферами. И этот рисунок показывает, что есть, когда луч ходит, когда нет эффекта стоячей волны, смотря под каким углом. А есть эффект стоячей волны, когда точно попадает под углом и точно под тем же углом выходит. Вот этот эффект стоячей волны. И поэтому, когда микросфер, чем больше, тем чаще у вас будет вот этот эффект стоячей волны. И вот особенно эти большие повязки, они еще длиннее, вот они еще как бы длиннее матрасик, можно из них сделать. Вот. Есть, правда, еще одна повязка L, я не знаю, она у вас была, она такой трапециевидной формы, и у нее, значит, там, по-моему, пять, что ли, вот этих как бы прищепок. Наверное, нет у вас ее. Вот. Она вообще метр на восемьдесят, она, ну, просто полноценный матрасик, а если их две покупаешь, то можно как платье сделать, обернуться как в термос ими. Вот. И дома два полноценных матрасика, если их две покупать. Они очень толстенькие, они еще толще этих по насыпанию, потому что там ячейки еще больше. Вот. Теперь, помимо этого, еще ты просил меня о тапочках, по-моему, сказать, да, Алексей? О тапочках и о шапке. И о шапке. Как тапочки работают в паре с варрифортами? Да, конечно, тапочки в паре с варрифортами, потому что если у вас, вот, например, я вам должна сказать, вот я ехала в дороге, всю дорогу, и в машине у меня на голове только был ободок, да, и сидела я на сидении. Но когда приехала, у меня как раз вот стопы, я как-то чувствовала, вот нога, не знала, куда их деть. И я одела повязки, у меня в орле все есть, одела повязки на ноги, а все равно ноги прям ну, ну, в общем, как бы никак не пробьет по этим. И я взяла тогда тапочки, одела, и все, и мои ноги успокоились. И тоже перевозбурдение было, я еще, по-моему, чай выпила на ночь. Короче, я знаю, что если у меня такое перевозбурдение, мне нужно заснуть, мне нужно обязательно надеть шапку. Я одеваю шапку, я больше люблю бандану, вот, я одеваю бандану, прижимаю ее маской для сна, вот, и ложусь. Вот, ну, знаете, ну, буквально пять минут, я уже утром просыпаюсь, думаю, ну, опять она меня вырубила. Вот, то есть я лежала на подушке, все, и все равно ворочалась. А когда одела шапку, все. И поэтому, почему? Потому что шапка полностью, вот полностью, маска у вас получается, вот только рот, для того, чтобы дышать, у вас торчит. А все остальное у вас, как бы, капсулировалось этим светом. Там мощно загорается шишковидная железа, и она мощно сбрасывает все, что там пересадилось, очень быстро как бы этот процесс проходит. Я просто делюсь своим впечатлением. И люди, которые делают медитации, они тоже говорят, что когда они в медитации сидят в шапке, что у них потрясающие эффекты при выходе из тела, совершенно потрясающие эффекты. Люди, которые молятся на ночь, они тоже говорят, что это просто удивительно. И если они молятся на ночь, то шапка даже не твердеет. То есть она остается такой же мягкой, как и была. Вот. То есть такое, как бы, благостное состояние, шарики не слепливаются, благодаря тому, что они выстраиваются в какие-то идеальные структуры при молитве. Это могут быть молитвы любой конфессии, и крестьянской, и буддийской, и католической, и какой угодно другой. Потому что мне это рассказывали опыт все люди, которые верующие. И рассказывали священники. То есть священники у меня и ходили к мусульманским священникам, и к православным священникам. Очень часто люди просят благословения у священников, чтобы пользоваться какими-то лекарствами, изделиями. Вот. И священники всегда благословляли, когда брали в руки это изделие. А потом еще и принимали подарки всегда из этих изделий с удовольствием, когда им дарили. Вот. И у меня закупали. Монахиня одна, священник один приезжает до сих пор и покупает эти изделия. Вот. Теперь дальше. Тапочки и шапочка. Это, конечно, уникально, потому что тапочки, вся стопа, а у нас внизу все точки биологически активные, все меридианы начинаются в кончиках пальцев. На шапка, хорошо, у нас уши, это полностью проекция, тоже полностью проекция всего организма. Вот. Сейчас там делаем мы гимнастику с Татьяной, и она там вот так вот тянем за ухо, вот, и ухо так вот размазываем как бы по лицу, тянем там вверх, вот так вот ухо тоже размазываем. То есть мы что, биологически активные точки на теле, мы их активизируем такими движениями. А когда мы находимся в шапке, то у нас получается как раз идет атака ушей вот этими лучами, да, как микромассаж, и они попадают абсолютно на все биологически активные точки уха. Вот. И, естественно, там происходит шишковидная железа, загорается, благодаря этому выделяется вазопресин, он делает влажную клетку, и таким образом расправляются сосуды головного мозга, расправляются мозговые извилины, совершенно иначе мозолистое тело работает, идет синхронизация и раскрытие возможностей мозга. Вы знаете о том, что у нас даже гении имели только 5% ученые говорят того, что делал мозг. 90, а у обычных людей 98-97%. То есть непонятно зачем. Понимаете? Вот. И непонятно, например, ученые делали следующий эксперимент французский в 58-м году, по-моему. Они у собак удаляли разные участки мозга. То есть удаляли у какой-то собаки лобную, какую-то височную, правую, у какого-то левую, у кого-то там затылочную часть. Перед этим всех этих собак они научили одним и тем же навыкам. навыкам. И удаляли сначала небольшую часть этой части мозга, потом больше, больше, больше. И собаки продолжали жить и продолжали выполнять все навыки, которыми их обучили. Хотя у них уже в голове оставалось там кусочек мозга, буквально, маленький, какой-то одной части. И этот эффект науки был назван эффектом зеркала, разбитого зеркала. То есть как разбитое зеркало отражает маленький кусочек разбитого зеркала, отражает все. И точно так же мозг. Значит, они удаляют, а он передает эти функции каким-то образом оставшейся части. И собака продолжала делать все свои функции. Ну, так вот, микросферы это стеклянные шарики, как зеркальные шарики. представляете, они имеют пропорции вашего излучения клетки идеального, которым вы, как богом задуманы и в это тело вошли, вот эта информационная матрица. Вот это. И микросфера отражает и возвращает. То есть получается, что ваш мозг настраивается на вашу здоровую клетку, и начинает выбрасывать из мозга, из всего тела, из ног, выбрасывать инородное, то, что не соответствует этой вибрации. Я сегодня поместила, посмотрите, пожалуйста, Алексей, а ты скопируешь в наших, потому что в моих группах я поместила, статью про то, что для нас пот, что для нас лимфа. Вы будете потрясены? Я вот весь этот год или больше я вам постоянно рассказываю, что если вы потеете, так вы радуйтесь, потеете. Если у вас выделения начинают усиливаться, слизистые износа течет, выделение из легких, выделение из половых органов течет, там фрункулы, кожа вдруг портится, я говорю, радуйтесь, радуйтесь, ждите, когда это пройдет. Вот только что читала смс, женщина писала неделю где-то назад в панике, что муж весь покрылся экземой, что там полный завал, что происходит с его кожей, а я пишу, пожалуйста, ради бога, пусть он потерпит, пусть у него это течет, не надо загонять внутрь. Вы понимаете, я сейчас просто в восторге от своей интуиции. Я же психолог, не медик, этих процессов не знаю, но благодаря опыту людей, которые делаются, я все поняла, сама поняла. И вдруг сейчас я статьи вижу медиков, которые об этом пишут, они говорят, зачем же вы замазываете, зачем же вы подмышками пот останавливаете, у вас же рак груди от этого начинается, потому что вы не даете из подмышек лимфе выбросить яды из организма, шлаки, тяжелые металлы, грязь, и она начинает копиться в грудных мышцах, и у вас начинаются опухоли, мастопатия и так далее, и тому подобное. То есть ни в коем случае этого не нужно делать. То есть нужно дать потеть, дать организму выбросить это. И то же самое он говорит, вы знаете, как работает организм в первую очередь, что начинает, когда у вас начинается чистка, вот это правильное освобождение организма от того, что иное живет, прямо в этой статье он, иное живет в вашем организме, как я говорила, что болеем не мы, а иное в нас живет. И он говорит, первое, это начинают половые органы течь. То есть у вас начинаются выделения в половых органах, а вам начинают давать свечи, чтобы это прекратилось. И тогда у вас появляются миомы, рак и так далее и тому подобное. Наоборот, когда у вас течет, почему менструация пока идет, женщины худенькие, молоденькие, а только менструация заканчивается, они становятся бомба-юхансон и так далее. Потому что вся грязь остается внутри. Так вот, нужно дать этому вытечь. Потом, он говорит, поднимается выше, у нас лимфа находится в кишечнике. значит, нужно дать вытечь, значит, тоже через мочу, через там, кал, потому что если у вас слизь в кале, это как раз говорит о том, что это трупы того, кто у вас живет внутри организма. Вот это слизь в кале, это и есть признак того. эти выделения из матки это признак присутствия половых микроб и грибов и так далее и тому подобное. Дальше поднимается выше загрязнение и у вас начинается вот потоотделение из-под мышек сильнейшее и так далее. Я уже сказала, чем это заканчивается, если мы это не делаем. А потом это поднимается выше, у нас течет нос, у нас выделение из легких, вот у нас выделение из глаз. Он говорит, это уже ваш организм зашлакован и у вас начинает кожа выбрасывать, то есть у вас начинаются пурункулы, псориазы, значит, кожные заболевания. Это все аллергии, это все признак вот этого вот выброса из организма. Ни в коем случае нельзя это замазывать. Помните, я рассказывала женщина с гангреной двух ног, которая звонила мне и плакала, что она купила сапоги, а это тапочек вместе с Варипорда, и она плакала, что у нее внутри все хлюпает, что сапоги полны вонючей жидкости. Она плакала и говорила, Света, мне нужно, чтобы это зажило, а у меня полные сапоги жидкости. У меня гангрену, она говорит, вот, а я говорю, что же вы плачете, это же счастье, вы помойте, высушите, опять оденьте, пусть натечет, вы помойте, высушите, опять оденьте, пусть течет. И потом она мне звонит и начинает со слов, да благословит тебя Господь, я всю ночь танцевала на свадьбе, я не выхожу с огорода, ноги зажили, вот, все в порядке, гангрена прошла. Понимаете, то есть нужно правильно понимать то, что происходит в организме. Наш организм, потрясающая структура самовосстановления. И поэтому, если у вас проблемы с ногами, окуните и в тапки, и в варифорты, и желательно варифорт четыре пары купить. Почему? Чтобы у вас брючин, если нет, чтобы прямо сверху донизу, понимаете, чтобы вся нога, если у вас вот варикоз там сильнейший, да, вот, и помните, если у вас хроническое заболевание, вам надо от него избавиться, к сожалению, круглые сутки, круглые сутки. Если вы хотите, чтобы как можно быстрее. Кто сидит дома, вы счастливые люди. Вы можете купить две пары, одна стала мокрая, грязная, вы постирали чекол, одели второй. Можете чехлы купить или сшить чехлы. Вот, и короче, круглые сутки. Вот, если у вас что-то острое, вы поранили, заболели, там боль надо, сходили энергетически, заразились, можете только ночь профилактически спать, только ночь великолепно. Ну, вот, все. Спасибо, Светлана. Замечательный вебинар. То есть, подробно услышали, как можно, используя изделие из микросферы, избавиться от варикоза, избавиться от боли в ногах, так как на подошву у нас правильно, абсолютно все наше тело, когда мы спим в арифортах или спим в тапочках и дома находимся в тапочках, когда в кабинете работаем или там телевизор смотрим, я не знаю, отдыхаем, как сегодня, например, в Германии выходной. В этом случае, как это говорят, восстанавливаемся или оздоравливаемся лежа. Я вам еще скажу один случай, это с моим братом последним. Он у меня любитель выпивать был, но каждый вечер всю жизнь. Вот ему уже 71 год, и это всю жизнь длится, несмотря на то, что он ученый. У меня у отца такая же беда была. Они работают, все, а вечером приходят и говорят, каждый день. И у него началось, организм начал выбрасывать, понимаете? Потому что это все равно яд, там спиртное и так далее. И, короче, у него начали течь ноги, отекать и течь ноги. Это как раз вот то, о чем я только что говорила. Организм уже на такой степени отравился, что он уже стал его спасать, выбрасывая через ноги. И в результате он попал в больницу. И, естественно, жена его сказала, что он выпивает. Его положили под капельницу, его прокапали неделю, очистили, и сказали, что если вы будете выпивать, то все вернется, то есть нужно прекращать. Он микросферами только спасался, вот все это время до больницы, потому что он ходил в этих повязках, даже в брюках, потому что тогда он мог ходить, понимаете? Но он продолжал в себя яд заполнять, понимаете? и что в результате? Он перестал выпивать, потому что врачи сказали, все это конец. И я ему звоню и говорю, как ты себя чувствуешь? Он говорит, великолепно. То есть организм мгновенно что? Восстановился. Стоило убрать причину. Поэтому не суйте в рот, что попало, подумайте, от чего у нас в этом организме. Даже от пищи может быть, да? Ну, плохой пищи, неправильный. Вот. И это как его? И питье. Все хорошо в меру. Абсолютно правильно. Пить надо воду чистую. Кто любит. Да. И у кого может быть не очень хороший кислотно-щелочной баланс, в этом случае можно выдавливать лимон. Да. И там как раз в этой лекции, которую вы видите последнюю, он говорит, что если вы воды мало пьете, лимпа становится, как застоялое болото. Вот. И у вас, говорит, начинаются от этого проблемы. То есть она не выводит. Мы опухаем, отекаем, и все. То есть пить обязательно хорошую структурированную воду на наших идей. Спасибо большое, Светлана. Какие есть вопросы у кого? Включайте микрофон и задавайте вопросы. Здравствуйте. Можно мне вопрос задать? Да, пожалуйста. Задавайте. Буквально перед тем, как зайти на Zoom, я получила звонок от моей знакомой, которая слышала про микросферы от меня, и теперь у нее такой вопрос. Брату поставили диагноз рак простаты четвертая степень. Что они могут... Да, лимфосистема плохо работает, нога опухшая, он ее даже не может поднять на кровать. Что он в микросфере? В микросфере. Через два с половиной месяца ему снимут этот диагноз. А что именно, они спрашивают, что именно заказали? Ему нужна, во-первых, повязка, вот эта вот, ракушка на половой орган. Вот, ее вообще нельзя снимать. Вторая повязка женская, треугольник, сзади одевать, чтобы у него насквозь. То есть, когда он выходит на улицу, независимо от того, что сейчас лето, у него и сзади, и спереди должно быть насквозь вот это красного цвета, вот эти штуки. Я вот только что, в прошлом году, ко мне в июле пришел мужчина, четвертая стадия, рак простаты. Вот, на сегодня у него великолепное состояние. Вот он вот так ходил, вот с этим делом. У него тоже уже с метастазами было, поэтому он носил еще жилет такой, значит, на спине под одежду зимой. Но вот это в первую очередь. Естественно, подушка нужна, безусловно. Но ему, конечно, нужны шорты. То есть, ночью нужно спать в шортах. Или в шортах, или вот эти повязки купить. М-ку повязку, М-ка, соединять друг к другу, как юбочка, и спать. Или шорты, значит, его размера. Обязательно всю ночь и вечером дома он находится на одежду, прямо на пижаму одевает и в этом находится. А на улицу выходит вот в этих красных повязках. То есть, он не дает... Что такое вообще рак простаты? Это половые микробы. Это хламидии там и другие штуки. Вот. И грибы. Рак – это сочетание половых микроб и грибов. Вот. Они делают вот такую фигню. Вот. И они не могут жить, не могут размножаться. То есть, там восстанавливается поле наше, светящееся. А они не могут жить в этих частотах вибраций. Они перестают размножаться и выходят. И выходят, естественно, живыми даже выходят. То есть, если это глисты, они могут увидеть их в калии совершенно живыми. Вот. А те, что уже как бы, ну, умерли, их там короткие стадии, они выйдут тоже с выделениями. Вот. Половые микробы, вот это ясновидящая в Питере, значит, хламидия, она увидела, как она из клетки вылетает по спирали в космос. Она говорит, боже мой, хламидия вылетела по спирали из клетки. А половые микробы, они обычно прячутся в клетку от антибиотиков. А потом, когда вы антибиотик перестаете пить, они опять выходят из клетки и опять делают свое разрушительное дело. Вот. И поэтому, как бы, микросферы не просто, они что делают? Они уговаривают вот этих жителей, которые внутри нас живут, уйти на свою родину, не убивая. Вас внутри даже трупов не остается. то есть, они каким-то образом, кто на тонком уровне, кто физически, через слизистую, все это выходит. И если вы снимете слизистую, какая будет, ну, выделение начнется, на темнопольном микроскопе, вы увидите, какие половые микробы, какие глисты, грибы находятся в этой капле. Вот. То есть, это я вам говорю, просто потому, что я с врачами и читала кандидатскую, читала человека, который изучал в микроскоп, раковых больных, кровь и выделение. И она сказала, что они кишат половыми микробами, грибами и глистами. Кишат. Только разного вида. И самые страшные есть, скоротечные, мгновенно распространяющиеся, это какой-то вид гриба, который просто съедает человека в течение там нескольких недель. Вот. И он тоже от микросфер погибает. То есть, короче, он не погибает, а перестает размножаться. Кальцинируется и уходит из организма. И вот это все уже вот я сейчас вижу с моими клиентами. Слава Богу, они начали ко мне ходить в четвертой стадии рака. И просто рак простаты, рак груди, рак почек, рак поджелудочный, рак легких, рак мозга. Вот что уже живые люди в четвертой стадии с метастазами полностью выздоровели. А чтобы запустить лимфосистему? А микросферы это сделают. Во-первых, он должен попивать воду, которая стоит вот в этом термосе из микросферы. Он ее в течение дня глоточками пьет. Он должен выпить полтора-два литра за день обязательно. И все, и лимфа станет уже жидкая, хорошая. Вот в этой статье. Прочитайте эту статью, она сейчас у меня в чате, а ты, Алексей, ее скопируй и у себя помеси. Вот. А вот последняя прямо сегодняшняя. Вот. Вы ее прочитайте, дайте прочесть ему, он поймет, как действовать. В общем, короче, термос, да, вы в термос бутылочку кладете. Вот эти две повязки, он днем в них на улице, если он выходит и так далее. Вечером и ночью он в шортах на пижаму одевает, потому что будет потеть. Вот. И, значит, конечно, безусловно, ему, человеку вообще идеально живот, голова, ноги. То есть обязательно тапочки и обязательно или подушка, или шапочка. Потому что рак – это еще обида. Это обида. А микросферы паттерны обиды начнут в голове разрушать. Разбрасывать. Вот. И он начнет иначе смотреть на жизнь. То есть вообще запомните, самое главное в микросферах – ноги, голова, живот. Ноги, голова, живот. Если нет возможности купить матрас. Понимаете? Но все мои раковые больные, кроме вот этого с простаты, у него нет денег. И он до сих пор уже год, еженедельно ходит, лежит в капсуле по часу. Еженедельно год. Вот в июле будет год. А другие, походив два с половиной, три месяца, покупали одеяло, капсулу или матрас. Вот. И дома уже продолжали в этом лежать. то есть короче, ну чем больше микросфер, тем лучше. Срочно, срочно. Через два с половиной месяца это будет другой человек. Но через выделение и обострение, если мы еще операцию не сделаем. Спасибо. даже если химиотерапию. У меня четвертая стадия с химиотерапией, они восстановили иммунитет и выскочили. То есть должно начаться активное движение крови. Да, активный вывод из организма вот этих товарищей, которые делают рак. Бог принесет кислород, витамины, необходимые ингредиенты. Да, да. И из лимфосистемы, через венозную систему выведет продукты распада. То есть клетка начнет возрождаться, оживать, размножаться, восстанавливаться. Да, и вот в этой статье написано, только лимфа выводят через кожу и слизистые. Понимаете? Почему они текут? Она туда выводит все. Ну, то есть дальше все зависит от него. Да. Спасибо. Если человек действительно хочет поправить. Хочет жить. Да, хочет жить. То стопроцентное. Гарантирует просто. Да. Хотя в изделиях написано, раком не пользуется, потому что не было клинических исследований. Но меня никто не спрашивает. Вот я сама рак, да, рак желудка. У меня 10 лет, там уже 11 лет назад был. Вот. То есть, короче, мои вот раковые больные, они есть реально, но это никого не интересует. Ну, еще раз, если человек хочет восстановиться, в этом случае тогда ему нужно зайти на сайт или вы ему помогите. То есть через свой кабинет это сделаете. Возьмите именно вот два вот этих изделия, для ежедневного пользования просто в течение дня. Шорты – это то, в чем он должен спать, причем домой пришел, сразу одевает шорт. Ну и спать можно еще в шортах, тапочках, подушках и шапках. Да. И активно, активно потеть. Ага, потеть, активно. Он будет потеть, пусть радуется этому. Меняет пижамы, потому что именно так все выходит. Не очень приятно будет, но полезно. Какие еще вопросы есть? Вечер добрый. Скажите, пожалуйста, Светлана, есть ли какое-то понимание, можно ли подогревать структурированную воду? Вы знаете, вообще с подогретой водой проблема, ее нельзя подогревать больше, чем там, вот знаете, шум сосен в лесу называется, вот китайцы называют. То есть, когда вот вода закипает, а потом затихает она на долю секунды, тишина, а потом пошло. Так вот нужно, когда затихло, выключать срочно. Тогда вода полезная. То есть, вы можете структурированную также, но не кипятить. Если вы кипятите, это уже совсем другая вода, а если еще она дважды вскипела, вообще полный завал. Так же, как и пища, нужно есть только однодневную пищу. К сожалению, на второй день не борщ, ничего нельзя оставлять. Единственное, что нужно оставлять, это я вам говорила, для того, чтобы замасливалась клетка, овощные салаты, там свекольные, там морковные, там капусты и так далее, с маслом растительным, хорошим. Если вы залили, то даже если ночь постоит, еще полезнее будет, потому что там вступает масло в контакт с кислотами, вот, и там получается, когда вы это едите, у вас замасливается клетка. Это необыкновенно важно для человека. Все остальное только свежак. Свежак и один раз приготовленное. Мы уже больше часа в эфире. Благодарю. Светлана, огромное спасибо. обратный осмос, обратный осмос, или как это называется, если что, ну, когда ничего нет в воде. Вот такое. Дисцеллированное. Дисцеллированное. Дисцеллированное, совершенно. Ну, что ж, всем большое спасибо за участие. Светлана, большое спасибо за прекрасный вебинар, за прекрасную информацию, которую мы получили. Ну, Светлане Литке хочу, что он, попросить, так как до конца месяца у нас на сайте стоят скидки. Если вдруг будете много брать изделий, обратитесь ко мне. Мы с вами решим, чтобы сделать подешевле продукцию, чтобы, ну, постараться помочь мужчине. Постараться. То есть мы пойдем на все уступки, так как понимаем, что случай необычный. Надо, как-то надо срочно. По минимальным ценам, чтобы он обязательно начал пользоваться. Вообще вы старайтесь собирать отзывы. Вот у меня отзывы уже эти вот как бы есть. Фотографии есть вот этого рака груди до уже конца. Я Алексею насылала. Ты видел, как он меня зажило, да? Это чудо какое-то. Это просто, это фантастика. Фантастика, что человек пережил и выздоровел с метастазами, которые поразили все. Только микросфера. Ну что ж, еще раз всем хорошего вечера. Светлана, большое спасибо за участие, за прекрасную информацию и до встречи в следующий четверг на вебинаре компании «Вебинар». Всего хорошего. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Извините.